Буквально, по два слова скажете? Да, я честно говоря, обычно как-то заполняю полосу, но у меня просьба такая, чтобы вы раньше даже больше этому времени гуляли, по два слова. Пожалуйста, Елена Павловна. Уважаемые коллеги, уважаемые участники, радостно было вас услышать. Хочу сказать всем большое спасибо. Вы наша смена, вы идете за нами. И мы будем очень рады, если вы проявите у себя, и дальше будете заниматься научной деятельностью, доведете свои работы до логичного завершения, то есть защитите диссертацию. И тогда мы будем спокойны, что наука будет надежной рукой. Следуйте за нами, вы наше будущее, мы надеемся на вас. Успехов и стремлений идти и развиваться в этой жизни, улучшать свое качество, так как вам сказал вначале приветственное слово, ректор. Уважаемые молодые ученые, мне все понравилось, лично от себя говорю. Были получше работы, похуже, хотел кое-какие выделить, сейчас не буду на них останавливаться. Практически все работы актуальны, и вы молодцы, что за них взялись. Не бойтесь ставить перед собой цели, достигать эти цели, решать эти поставленные задачи. Мне еще понравилась, конечно, вот эта амбициозность вас, вы готовы отставить свою точку зрения. Единственное пожелание, это хорошо, что вы готовы отставить, вы тогда немножечко должны опираться на какие-то факты, или ссылаться на каких-то до вас прошедших этот путь людей. Ну а в целом, очень позитивные, очень позитивные доклады, разнообразные темы, хорошее представление, в смысле сам доклад. Хочу вам пожелать, мне на этом не останавливаться, идти дальше, ничего не бояться, но и в дальнейшем защитить диссертацию кандидатскую и двигаться опять дальше. Пути совершенства у них предела нету, поэтому все зависит только от вас. Всем огромная удача на пути молодых ученых. Ну, я уже давно, можно так сказать, принимаю участие в этой конференции, когда плачек раньше был, уже вот там второй или третий год в комиссии. Вот конкретно сегодня почему-то, ну мне так показалось, да, вот опять же вспоминал, которые были до этого конференции, да, то есть они все равно какие-то были ближе, ну, как скажем, там, все там, спортивная подготовка, да, то есть вокруг этого крутилась. Ты сегодня мне так показал, что такой колорит, да, разных вопросов, вот в подходах исследования и так далее. Конечно, да, да, это вот такое, может быть, новое такое развитие, да, конференции. И хотелось бы, опять же, вам исследователям пожелать, что, да, выбранные темы действительно имеют основания и из пожеланий, что довести до логического, да, заключения, скажем так, в виде диссертационных работ. Спасибо. Уважаемые ученые, молодые, состоявшиеся, состоявшиеся. Ну, у меня вообще-то, коллеги уже многое, то, что я хотел пожелать, сказали. Ну, скажем, еще раз подчеркну их мнение о том, что сегодня конференция. Каждая конференция, она чем-то характерна и интересна. Сегодня конференция затронула многие вопросы, и исторические, и, скажем так, из адаптивного спорта, и из профессионального образования. Такие доклады также поддержу, были чуть лучше, другие, просто лучше. Вот. Вы уже молодцы, то есть все желают вам стать кандидатом наук. Ну, даже если вы не станете кандидатом наук, векторами наук, вы уже на правильном пути, вы уже молодцы. Ну, надо стремиться вперед. Спасибо. Ребята, пожалуйста, спасибо. Хочу выразить благодарность организатору Сергеевичу. Вы у нас прям такой двигатель, паровоз, который тянет за собой вагоны. Всем ребятам, которые приняли участие в организации, и не только этой конференции, но и предыдущих всех. Кто-то их... Сколько вам? Десять лет? Одиннадцать? Конференция? Да. Двадцать третье. Двадцать третье. Ничего себе. Сколько поколений аспирантов, магистрантов и студентов прошли вот эту... Вот эту... Не хочу сказать. Евгений Михайлович, 27 лет, я себе сказал. Какие вы молодцы. Всем желаем здоровья, успехов. И все вакуак одновременно. Да. Красиво. Спасибо. Я еще раз... Немного нас осталось. Я хотел бы сказать, что для меня очень важно, как, ну, скажем, идеологу этой конференции, потому что первые наши конференции, когда мы проводили, были ученики Евгения Михайловича еще вот этой послевоенной поры, вот этой золотой его командой, которая достигала уникальных результатов. Ну, первая, вторая конференция, интересно было послушать, байки, какие-то интересные истории. Но потом я понял, что у такого проекта нет будущего, потому что важно, чтобы, ну, каждое новое поколение, как мы сегодня, Сурен Арамович, заслушали, что нужно как-то вовлекать людей в процессы. Вот сегодня, я могу сказать, но не считая нашей женской половины, все мужчины прошли вот эту конференцию, они выросли на ней, они защитили в итоге кандидатские диссертации, и таких, в общем-то, уже больше, чем десяток, да, специалистов, которые, молодых ученых, которые сначала были с этой стороны, а теперь они с другой стороны барьера, и для меня это важно, что система может самовоспроизводить, потому что вчера они были стоят на трибуне, а сегодня они уже в жюри, и они понимают, что вам посоветовать, что вам пожелать, то есть они не будут рассказывать о том, какие они были великие, и сколько раз они выиграли чемпионат Советского Союза. Они молодцы, но им все равно вообще чем занимаются наши молодые ученые, и они как-то остались, в общем-то, в том своем хорошем воспоминании, когда они были учениками Чумаковой, вместе там покорили эти высоты. В целом, по самим работам, наверное, больше академизма, я все время пытаюсь своих аспирантов, магистрантов и студентов, чтобы они понимали, и очень важно, что сегодня четвертый курс, нам помогают организовывать эту конференцию, чтобы они через несколько месяцев будут защищать свои выпускные профессиональные работы, они немножко погрузились в эту атмосферу вот этого, ну, своеобразного экзамена, и понимали, как нужно презентацию сделать вкусно, не пытаться повторять то, что, говорить то, что написано на слайде, а может быть, и вообще это не изображать, да? Ну, вот старшие товарищи, они прекрасно знают, они выдрессированы, что это уже не определенная культура, презентация, доклада, что должно, то есть какое содержание, как должен объект, предмет, гипотеза и цель работы соотноситься, то есть это мы, в общем-то, ну, вашим научным руководителям и вам, как будущим, в общем-то, соискателям, чтобы вы успешно защитили свои диссертации, как мы сегодня говорили, абсолютно неважно, какого вы возраста, да? То есть вот из моей практики, будучи аспирантом, у меня из, там, 10 человек только один защитился, будучи аспирантом. Ну, так вот сложилось, так все, да, звезды. А все остальные это были соискателям, вот они уже пришли взрослыми, сознательными людьми, они понимали, что это нужно, и они действительно стали и старшими тренерами, и заведующими кафедрами, и даже директорами институтов. То есть, ну, это, как в свое время Евгений Михайлович мне говорил, что нужно защититься, и ты поймешь, что произойдет на следующий день. Весь мир начнет вокруг тебя обращаться, да? Поэтому говорят, что вот сегодня другие венья в науке, в образовании, на самом деле это все так же будет работать, как работало и 20, и 30, и 40 лет назад. Поэтому то, что вы делаете, это не пустое занятие, это нужное, да? Это абсолютно нужно, и вы поймете, что вы и не только на кусочек лего себе заработаете, но и немножко маслица, и, может быть, даже немножко и горки, выражаясь таким языком. К сожалению, ну, вот это мои пожелания как научного руководителя, как папы, да, как идеолога этой конференции, и когда наш ректор сказал, ну, вот, что-то народу мало, что-то так, вот. А я считаю, что столько, сколько нужно. Посмотрите, сегодня 15 докладов, ну, выше-ниже, все зависит от уровня. Мы магистр третьего года аспирантуры, там понятно, что материал будет разный. А вот, собственно говоря, мы сегодня, я не знаю, я как преподаватель, как научного проекта, учил Водоруссию, потому что было комфортно, было интересно. Мы с удовольствием пригласили иностранных, наших коллег, но, видите, чтобы долететь сегодня до Москвы, точно так же, как нам куда-то долететь сейчас, сейчас в какие-то страны, там, той же Европы, это целая история. Поэтому мы сейчас пока готовимся, учим английский язык, и готовим повторять уже какие-то такие более серьезные прощадки. Поэтому я бы хотел подвести, подготовил от Международной Федерации небольшие сувениры, планшет, наушники, там, какое-то специальное, там, зарядное устройство, то есть какой-то такой набор, как мы обычно, для какой-то техники, каких-то гаджетов, которые пригодятся вам в вашей исследовательской работе. За третье место в конкурсной части награждается один Евгений Владимирович. Мы, наверное, уже немножко там выдохнули, да? А тут так немножко фульсировали. Мы думаем, что это локальный какой-то, какой-то, да? Хотите? Да, нет, я не знаю, да. Да, все, молодец. Руководитель, я близкий поклон. К сожалению, были у нас два доклада, и участников, к сожалению, их нет. Видимо, они работают, занимаются инвалидами. Значит, первое место у нас занял Седов Иван Никитич, это, соответственно, фиктование инвалидов, да? И непошлого Елизавета Михайловна. Это нормальное фиктование, да? Да. Мы, видимо, не дооценивали свои возможности, что они могут, собственно говоря, на что-то претендовать. Четвертое место занял Георгию. Да, вот так вот, пройдуется. У него все равно, и я считаю, что это очень хороший посыл, и, Георгию, совсем даже приятно, да? Вот, ощутить вот в этой атмосфере. У нас Георгий участвовал еще недавно в боевых действиях, в компании СВО, и сейчас, когда обсуждали с коллегами, говорят, если человек в окопе думал о том, как писать диссертацию, этот человек останется жив. Поэтому тебе успехов на этом претензии, и чтобы было все отлично. Я хочу поблагодарить наше жюри, люди, которых я всегда рад видеть, слышать, и всегда придут на помощь. Давайте поплодим. Спасибо вам большое. На этом наше приятное общение закончилось. До новых встреч. Всех порт. Спасибо.